который проводит замечательный сезон в составе лондонского клуба. Остался один из лучших полузащитников в западе Санти Касорла. Как и Алексе Санчесу, он может на поле появиться, но придется подождать. Придется подождать. И тем временем футболисты Арсенала забивают первый мяч. Тео Уолкот, который восстановился после травмы, но было непонятно почему. Не играет очень быстро. Сильным ударом с правой ноги посылает мяч в дальний угол ворот. Дэвида Стокдейла. Сразу же 1-0 в пользу гостей. Крис Хьютон, посмотрите на его лицо, что-то пошло не так, это называется. Сразу же прорыв через правый фланг и передача, не подпуская к себе Льюиса Данка. Отличный удар в дальний угол наносит Тео Уолкот. Это было по-настоящему. По-настоящему здорово. Очень четко. Но вот так смотришь, он, конечно, футболист очень своеобразный, требующий такого, несколько к себе специфического отношения. Узил в дальний угол. И забивает мяч. Месото Узил сейчас здорово открылся. И пробил четко, спокойно. Месото Узилу предстоит непростая борьба в Арсенале. Нет, не за место на поле он, конечно, играть будет. За лидерство. Похоже, что если ничего не изменится, может так случиться, что лидерами и дальше будут другие люди. Да и в сборной Германии, если вы вспомните чемпионат мира, было заметно, что Месото Узил, в отличие от 10-го года, не является в сборной определяющим человеком. Хотя все для этого было у Месото Узила, в том числе и доверие главного тренера. Здесь Узил молодец, но я думаю, что куда как больше молодец Томаш Росицкий, который отследил вот это проникновение Узила в штрафную и выдал аккуратную четкую передачу. Вот как раз и Арсен Венгер. Спросили Арсена Венгера, а советуется ли, ну вот сейчас пробует Арсенал, новые схемы, новые построения. Учитывает ли он Менев. Кальдерон. Кальдерон выделяется. Он, наверное, не столько пользой, не столько мастерством, сколько желанием. Но есть. А тут еще Брайтон берет и один мяч забивает. Вот. Неожиданно, да. И очень вовремя, с точки зрения всех, кроме болельщиков Арсенала, с точки зрения некой интриги. Драматургии. О, Грейди. Ну, буквально запихнули мяч в чужую штрафную, а потом три человека стояли и смотрели, как у Грейди наносит удар. Здесь от Чамберса мяч отскатил, а затем Флемини бежал рядом с Огрейди. Может быть, я тут показывал Чамберс, что было нарушение правил. Но, может быть, так формально, если подходить. Рэмси. Пятка, это, конечно, все замечательно. Но проходы Росицки оказываются более уместными и более правильными. Росицки забивает третий мяч. И причем это мяч, который он фактически выстроил чуть ли не с самого начала. Он поборолся, он отобрал, получил ответную передачу и расстроил вот этого мальчика. Посмотрите, влез. Двух человек обыграл, продрался, получил ответный пас. Ну и пробил хорошо. В пятом раунде как раз Харьков. Халу и проиграли футболисты Брайтона. Халу, который потом играл на Уэмбли с Арсеналом. Опасный эпизод. И Брайтон опять возвращается в игру. И каждый раз вроде бы ничего не предвещает. Арсенал уверенно ведет, но опять пропускает. И вот два пропущенных мяча от Брайтона. По центру. Не было положения вне игры. Как говорил наш физик, когда за третью забытую дома домашнюю работу ставил двойку, он говорил... Тринамза. Субтитры сделал DimaTorzok